Кандидор русской зарубежной литературы. Я достаточно неожиданный человек. Я фольклорист. И в принципе я приглашена по простому вопросу. Вы психологи, вы воленц-неволенц, общаетесь с дядей Зямой Фрейдом, с этим Юнгом, который архетипный и прочее, прочее. А я знаю, что такое сказка, что такое миф. И в общем программа минимума наша какая? Чтобы я вам объяснила, что такое сказка и что такое миф. Потому что все вроде знают и все вроде бы не очень знают, что это такое. Программа Максикума, ну она какая будет, такая будет. Потому что я вам немножко расскажу, чем я собственно занимаюсь. Что меня собственно интересует. Читаю я фольклорист. Читаю я русское средневековье. И естественно, вот для меня, скажем, Фрейд, это такая же частность, как я для вас. Как для вас сказка и миф. Но проблема, которую я пытаюсь решить всю свою жизнь, и вот уже пытаюсь решить уже в шестой своей книге, это проблема собственно генетического кода искусства. Как срабатывает искусство. Я вот постоянно дружу с вашими преподавателями, с биологами, и к вашим постоянно хожу на консультацию. Потому что последние книги я попытался объединить такие вроде бы, ну объединяемые, не совсем объединяемые вещи, как психологию, физиологию, генетику и литературу ведения, фольклористику и этнограчию. Все это как-то по отдельности соединяется, вместе как-то не соединяется. Мне сейчас трудно. Я сама хожу с путанными мыслями. Вольно или невольно, это конечно отразится на лекциях, так что заранее прошло изменение. О чем я хочу поговорить? Ну я хочу начать с того, чтобы объяснить, что собственно такое подлез, что такое прикверистика. Потому что в основном вам нужна, конечно, сказка. Вам нужно знать, что есть мир, если бы я знала 100% на что есть мир. Если бы я знала 100% на что есть сказка. Вот. Я бы не здесь сидел. Это вопрос очень сложный. Это вопрос, наверное, такой же сложный, такой же простой и такой же сложный, как вопрос о том, что творится у человека в голове. В принципе, мы четвертый курс, под конец, и вы все уже немножко знаете, что там творится. Но вы знаете куда больше, чем те, кто только что пришли, что в общем это черная вещь. Там есть искусство, оно простое, понятно про что, и понятно, что такое золушка, и понятно, что такое красная шапочка. Только в красной шапочке красную шапочку не волк кушает, между прочим. А вы обратили внимание, любопытная вещь. Волк сверху имеет одежду бабушки и бабушку внутри. Это бабушка кушает красную шапочку. Это, причем, странноватая бабушка. Вы обратили внимание на ее странное поведение. Бабушка живет в лесу, постоянно болеет, постоянно лежит. Она ведь живет не с родственниками, а и не в соседней деревне. И мать посылает, ну, в общем, девушку молоденькую к этой бабушке, а по лесу волки бегают. И вообще волки-то не представляют особой опасности. Волки встречаются, расстаются, все нормально. Главная катастрофа у бабушки в избушке. Любопытная бабушка, вообще-то. Правда, ее потом вместе с красной шапочкой достают из утробы волка. Ну, конечно, у вас у всех запарили в голове тени Фрейда. Нет? Вот. Знаете, когда-то в юности я... Я не психолог абсолютно. Я учился в довольно убогом высшем учебном заведении. Где была одна отрада и одно веселье. Это псих-кружок, в который ходили все. Логи. Это было очень... Начало 60-х годов, конец 50-х, начало 60-х. Тогда все, извините за грубость. Ну, многое стало разрешено. Все начали передавать мысли на расстоянии. Меня туда затащили для веселья. То есть не для веселья, не потому что я очень веселый человек. Я очень циничный у него. И я все полеты как-то останавливал. И тогда это считалось очень веселым. Так вот, начали Фрейда. А Фрейде говорят, говорят, а читать не дают. Вот. Ну, я начала добывать Фрейда. Я добыл. Я добыл все, что в 30-е годы издавалось. Эти самые три очерка по теории сексуальности. И добыло это самое толкование сновидений и все прочее к уроду-курду. И про этого мальчика, от которого доктор и папа, которым делать было, ну вот так, нечего. Вот не развращается мальчик, они его развращают. Суетятся, суетятся. А детское сознание все это выбрасывает. Что у матери должны быть яйца конские. Ну, не помните, что ли, эту работу? Помните, прекрасно. Ну, все это я прочитал. Вот. И прославил с тем, что сидя на лекции, ну, доклад, научный доклад, был по Фрейду на этом кружке. Я не выдержал, я тогда уже была фольклористом. И, извините, я вспомнила свою любимую русскую такую народную пословицу. А, ой, сейчас, ой, боже мой, богатый, то есть я сказал, я начал выступать и говорить о том, что Фрейд это вот, ну, это общество такое было. Они сыты были, делать им было нечего, несчастные существования. Социальные вопросы их не мучили. И я, ой, знаете, вот склероз. Вы можете наблюдать интересный случай склероза. Любимую пословицу забыли. Но она ужасно похадная, поэтому ничего, я потом вспомнил. Ничего, что я ее сейчас не выдала. Ой. Надо же. Это про богатого и бедного, извините меня, про органы. Главное для Фрейда. Вот. Не вспомню потом. Со мной такое бывает. Ну, все очень веселились, и я испортил весь доклад. Бывает же такое. Но это ничего. Так вот, я попытаюсь, знаете, рассказать вам одну историю. Это не... Да, кстати, сказки вообще таинственная вещь. Вот посмотрите на другую милую девушку. Ну, хотя бы вот на Золушку. Очень интересная девушка, очень любопытная девушка. Вот она в 12 часов ночи бежит от жениха. Ну, жених такой идиот, этот принц. Кстати, он потом на ней женился, и он ее потом нашел. В бедной одежде, в Золе, да? Долго всем, всей публике примеривали башмак. Я вам про башмак расскажу, будет время. Наконец ее нашли, и он спокойно на ней женился. Несмотря на то, что у нее не было ни богатого наряда, ни хребстальных тупиков. Вот. А нет, ну как побеждает нравственность? Я начинаю забывать непреречные пословицы. Замечательно. Это человек... Я понимаю, почему пожилые люди такие нравственные. Они просто все забывают. Не, я вспомню перерыв обязательно, не познатурно. Термины стала забывать, это вообще весело. Но ничего. Вот. Так вот, вы смотрите, она бежит в паничество. Чего она боится? Что он ее увидит без убранства? Он ее что, за шикарное убранство полюбил? За платье? Нет. В чем дело? Правильно, что бежит. Любая из вас на его месте, на ее месте унесла бы ноя. Потому что он ее увидит не грязно и плохо отец. Он ее увидит в таком виде, как описывается нечто в известном каноне Иоанна Златоуста. Безобразно и страшно. А, видик у ней тот еще будет. Ну, масса сказок о хороших и плохих девушках. Ну, уж мы пока за девушками свидетельствуем. Минимум, скажем, они идут к Морозке, да? И вот одна побеждается. Она побеждает потому, что первая. Она добра. Она трудолюбивая. Она такая всекая. И поэтому она получает прекрасное преданное, великолепную репутацию и жениха. Другая же мальчики на дочь. И их иногда бывает двое. Бывает и так. Да, кстати, довольно часто сказки все время выходят на триаду. А вот три и семь – это тоже очень важно. И объяснить истоки этого. То вот они жестокие, жадные, безнравственные или нет. И по этой-то причине они или в наиболее архаических вариантах сказки замерзают на смерть, а в менее архаических получают антипреданное дрянь какую-нибудь, плохую биографию и невозможность приличного, престижного брака. Такой нравственный императив, такое поучительство, поучение. Другие, поверьте мне, сказки не такие. Не говоря уже о них. Там скрыт смысл несколько другой. И там, как верно сказано, в каждой сказке не доля истины, она и есть истина. Мы попытаемся посмотреть международные сюжеты, в которых сказки скрыты и все прочее, все прочее, прочее. Но прежде чем все это начинать, я попытаюсь вам рассказать одну сказку. Я ее рассказываю не всегда, она всем уже надоело. Я вам когда-нибудь рассказывал сказку о корочке ремень. Ну тогда не стоит. Тогда многие слышали ее, да? Многие слышали, только два. Ну, помучайтесь. Помучайтесь. Ну вот. Я вам расскажу сейчас сказочку о корочке ремень. Хорошая сказочка. Кстати, мы ее целиком не знаем. В полном виде. Кстати, мы вообще сказки плохо знаем. Дело в том, что в большинстве случаев мы сказки читали в детстве. И вы их читали в адаптированном детском издании, где выброшено все, что редактор считал неприличным и непонятным. Вот что в человеке самое неприличное? Все, что связано с полом. Что в человеке самое непонятное? То, что изучаете вы. То, что здесь. Представьте себе адаптированного человека. Без половых признаков, ну, врать. И без мозгу. Но этот человек будет от него. Точно так же и сказки. И вообще фольклорные тексты, вы знаете, именно такие. Именно такие. Вот. О! Вспомнила пословище. Дело в том, что вы же знаете, без труда не вытащишь рыбку из пруда. Значит, ну и другие. Добрые пословицы. А есть такая хорошая пословица, моя любимая. Богатый тужит, что хуй не служит. А бедный плачет, что хуй не спрячет. Вот он, фольклор. Он всеми концами открывается в разных словах. Вот так вот. Причем не спрячется, а разного можно понимать. Вот, кстати, мы будем и о загадках говорить, и о пословицах, и поговорках. И я вам немножко буду говорить, как это все возникало, и как все это срабатывало. Вспомнила, ура! Вот. То есть не такой уж у меня глубокий склероз. Извините, на вскрытиях вы тоже бываете, там вскрывают все. Вот. Позвольте мне это самое. Не разводить вам, тем более вы тут на четвертый курс, не разводить с вами там сладкую бальгару. Я тезка старая, я перчу, как вот есть. Вот. Поехали дальше. Значит, значит, вот сказка «Курочка язвая». О чем эта сказка? Большинство из нас ее не анализировало никогда и не пыталось понять никогда. Другое дело. Эдип. Ну, конечно. Комплекс. Ох, расскажу я вам там, какой комплекс. Смех один. Все это не так. Нет, Фрейд велик. Знаете почему? Это первый человек, который попытался понять человека через мир. Он не смог. Он искал пикантности. Он не смог. Другое дело. Но он дал толчок очень многому, кстати, в нашей народе. Но я вам объясню, что все это не так. Ну, это ваше дело. Спорить и соглашаться, соглашаться и прочее. Но прежде чем говорить об Эдипе и о его комплексах, кстати, с комплексом антигона ведь вопрос не прошел. Слышали о таком комплексе, нет? Нет. Фрейд же придумал еще комплекс антигоны. Знаете пьесу антигона? Сапога. Эх, ребята. И еще я пришла... Знаете, чем вас дразнить и раздражать для начала? Дело в том, что вы люди, очень понимающие, как мне, вот вас очень любит Кузьмина, например. Моя хорошая история. Она говорит, какие психологи, какие замечательные ребята, какие умные. Физиолог Кузьмина верует его. Она вот с нежностью какой-то к вам относится. Вообще к психологу, не только вам лично, вот к вам неудобно. Она с нежностью относится к психологу. Какие петли, ля-ля, траля-ля. Да, книжек не читайте, мало читайте. А ведь там, там, конечно, человеческое сознание и все хитрости души человеческой, они выплескиваются. Самые глупые книги, они очень интересны. Потому что, ну ведь, работа у нас близкая с вами. Вы изучаете человеческое сознание. Мы изучаем художественное сознание. Но оно тоже человеческое. Как люди успокаивают себя, лгут себе и учат себя, и спасают себя от безумия, столкновений с миром при помощи вот этих вот примочек. Я искусству имею в виду, хотя бы словесное. В первую очередь, вербальные словесные искусства. Вот. Ну, это другое. Кстати, еще вопрос. Не только, что такое сказка я должен был вам рассказать, и что такое мир. Я вам должен был рассказать, что такое ритуал. Это тоже очень важно, потому что ритуальность, она глубоко пропитывает вашу науку. Вот проблема ритуальности в поведении человека, да? И так, ну, есть люди, которые, ну, специально изучают индивидуальную ритуалу. Например, идешь и думаешь, вот если я сейчас не наступлю на щели в полу, то все будет окей. Или если я сейчас пройдет мимо мужчина с грузом, идет четко, с пустыми руками, с легкой щелечкой. Ну, все. И так далее. Да, это индивидуальные ритуалы. Для меня это индивидуально. Мы посмотрим, как это в коллективном, то есть для чего это, как это возникало. Я сейчас, кстати, выхожу на одну вещь, очень спорную. Расскажу. Ну, это же... И еще. Когда я говорю, что это очень спорная, это где-то гипотеза. И особенно, если я говорю, что это моя гипотеза. Не верьте. Вот точно так же одна моя коллега, когда она была молоденькой, у нее был маленький сын, она ему говорила, чтобы стать мысльной и личностью, надо во всем сомневаться. Она это говорила безалакриционно. И однажды она так в очередной раз с ним поговорила, посадила его есть. Начала на него орать, ешь, что ты ложкой копаешь. Он говорит, а я сомневаюсь. В чем? Ще это или не ще? Вот. Ну вот, сомневайтесь во всем, что я говорю, хотя многое, что я говорю, наукой подтверждено. Итак, мы обращаемся к курочке Лео. Вот сказка. О чем сказка? Мы как никогда не задумывались. Нам было года три, когда она перестала представлять для нас интерес. Правильно? Вы ее когда вспомните? Вот ребенок появился, у кого-то уже есть, он знает. Вот ребенку где-то два года исполнилось, появляется курочка рядом. В смысле не вдумываясь, отрабатывая с ним язык, речь на нем. Причем дети очень драматически воспринимают курочке Лео. Там два момента переломных есть. Когда бил, бил, не разбил, ребенок очень аппетит. Когда дед плачет, бабка плачет, они даже плачут тогда, наиболее впечатлительные действия. Дед рад, баба рада, они ликуют или потихо радуются. Вот текст абсолютно бессмысленный, если его анализировать с точки зрения того анализа, который вы учили в школе. В школе какой анализ бывает обычно? Вот герои, что они делают из точки зрения моего великого жизненного опыта? Правильно они поступают или неправильно? Куды пошла Татьяна Ларина и правильно ли она пошла? И куды бы я пошла на ее месте? Вот, ну почти так же. Ну вот, почти так же. Некий суд над героями вот такое вот приблизительно. И с точки зрения обычного жизненного опыта и психологического опыта десятикласса. Вот. Ну это все мелочок. Что мы видим перед собой? Дед и баба. То есть ни парень, ни девочка. Ни мальчик и девочка, ни мужик и баба. А именно старики пар разнополные. Не два старика, а не две старости. То есть пара. То есть как бы человечество в исчерпанном виде. И в двух вариантах пола. Полный состав. А собственно что происходит? Да ерунда происходит. Но вот появляется золотое яйцо. Вот золотое яйцо. Но любой из вас. Какой широкий разброс мыслей, если у вас будет со своим сложным яйцом? От задумки не отнимет ли государство, до мысли о том, что бы себе такое заказать у ювелира. Понимаете? Или в прок спрятаться. Или в музей сдать прославиться. Или научную теорию из этого, из этой курицы какой-то выжить. Вместе с яйцем. Вы понимаете, что угодно, но только не бить яйцо. Дед бил, бил, не разбил. Баба била, била, не разбил. Мышка бежала, хвостиком махнула, яичко упало и разбилось. Ну, кажется, вы за что бороюсь, на то и напороюсь. К чему стремились, то и поучили. Радуйтесь. Ведь мышка не украла ваши. Если не хотели, то просто разбить хотели. Горе по этому поводу. Плачет дед, плачет баба. И вот появляется корочка рябой, предлагаете им яичко простое, не золотое. По этому поводу бурная радость. Дед рад, бабка рад. Кстати, я вам эту сказку пересказала в сокращенном виде. Эта сказка вот так, как ее печатали. Ее долго очень не печатали в полном виде. И теперь почти предцаризм ее не печатали в полном виде. Потом тоже перестали, видимо, потому что считали это непонятно в дальнейшем. Дальнейший текст изображает какой-то безумие. То есть не дальнейший текст, а вот в тот момент, когда дед и баба стали оплакивать. Разбитые мышки яичко. Появляется такой текст. Значит, птицы всех взбесились в этот момент. Синица вообще кончила жизнь самоубийством. Забор упал. Мир стал разваливаться. Мост перевернулся. Далее появляется человеческая семья. Это семья священников. Две дочери. Жена и сам священник. Ведут они себя, как безумные. Вот дочери, они несут воду в ведрах на Карамысло домой. Поповный, узнав о том, что дед и баба, что мышка разбила яйцо, и что дед и баба плачут. Они тут же воду на землю вылили, ведра разбили и Карамысло поломали. В таком виде они явились домой и сообщили это матери. Попадья, узнав это, она разводила, видимо, для блинов жидкое тесто. Она, корчаву с текстом, опрокинула, разбила и начала тесто втирать в пол. Узнав это, ее муж, священник, сделал ряд очень умных действий. Он отрезал себе косу, то есть расстригся, перестал быть священником. Порвал церковные книги и поджег церковь. Ну, а потом появляется корочка ряба и говорит, вот деду с бабкой, вот я вам яичко простое снесу. Дед рад, бабка рада, дети радуются. Этот жуткий хаос в природе и безумие в доме священника выбрасывает обычные сказки. Про что сказка? Глупость, чем бы дитя не чешилось, лишь бы не плакал. Мы имеем перед собой кого? Двух идиотов, полных маразматиков, которые ведут себя абсолютно неадекватно. Которые реагируют абсолютно на явления окружающей действительности неправильные. Они получают золотое яйцо и начинают его, пытаются его уничтожить. Когда он уничтожен, они впадают в ужас. Потом начинается какой-то бред. Ну, если этот бред, мы знаем обычно без этого бреда. С этим бредом еще чаще. С чего эта вся природа начала распадаться? И семью священника охватило безумие, ну так, прям безумие охватило семью священника. И с чего это вдруг? Вытворяя такое с золотым яйцом, получив обыкновенное яйцо, они обрадовались. Возвлековали. Вывод. Это какая-то глупость. Это какая-то путаница. Это вообще бессмысленно и смысла никакого иметь не может. Вот, знаете, Вильям Шекспир, когда только и сказал хорошо, в любом безумии есть свой метод. Я это всегда и нашим студентам-феологам говорю, потому что мы часто встречаемся с текстами нормальными, с точки зрения нормального человека. А порой мы встречаемся с такими текстами, от которых волосы поднимаются до боли. Ну, например, одно замечательное стихотворение Введенского, я его, к сожалению, я крупный человек, я его вам принесу и прочитаю. Просто прочитаю. Это не бред, это стихотворение. Но вы попробуйте сказать про что. Оно начинается очень хорошо. Стоял таинственный монах в пяти шатах. Жили-были на горе три девицы в Ангаре. Первая звалась Светло, а вторая Памелов, третье и прозвище Татьяна, так как дочка Капитана. Жили-были, а потом я из них построил дом. Хороший стихотворение. Дай Бог каждому. Оно довольно длинное, и я вам его прочитаю. Самое смешное, что оно имеет смысл. Работать просто надо. Это я сейчас о безумных текстах. Полно у нас безумных текстов. Кстати, вот психологу, вот заняться, я не знаю, может, это у вас уже делают это, в искусстве посмотрите эти безумные тексты. Скажите, я вам сейчас прочитаю, но это мне тоже надо познатужиться, я человек склеротический, болезненный, я вам попытаюсь прочитать мое любимое стихотворение Хармса. Оно называется хорошо «Постоянство веселья и грязи». «Течет вода в реке прохладно, и тени гор ложатся в поле, и в небе птицы отлетают и погружаются в сновидение. А дворник с черными усами стоит себе под воротами и чешет грязными руками под грязной шапкой свой затылок, а в окнах слышен шум веселый, и топот ног, и звон бутылок. Проходят дни, потом недели, потом года проходят скоро, и люди с тройными рядами в своих могилах исчезают. А дворник с черными усами стоит всегда под воротами и чешет грязными руками под грязной шапкой свой затылок, и в окнах слышен шум веселый, и топот ног, и звон бутылок. Луна и солнце побледнели, созвездие форму изменили, движение сделалось тягучим, и время стало как песок, а дворник с черными усами стоит себе под воротами и чешет грязными руками под грязной шапкой свой затылок, а в окнах слышен шум веселый, и топот ног, и звон бутылок. Вот, кстати, анализировать сейчас это стихотворение я не буду, может, к делу придется, я вам его проанализирую когда-нибудь, совсем недавно я вынуждена была его полностью проанализировать. Знаете, кто такой дворник? Бог. Бог это, который не метет свой мир. Мир мести надо, потому что там, где обитают люди, называется место. А место это, знаете что? Это то, что метут метлой. Так как метла священное орудие для чего? Для создания мира, да? Поэтому на ней и летать можно. Это я немножко вам опять вот к скажу. Почему на метле не летать можно? И вот еще вопрос, вот вопрос задают. Вот всем известно, что Хармс был глубоко религиозным человеком. Ну, я напишу, атеистка, пробивная, такое стихотворение, издеваясь над Богом. Но он был верующим. Он был глубоко религиозным человеком. Как можно? Это же кощунство, да? Да вы знаете, кощунство, между прочим, для русского писателя, для религиозного, глубоко религиозного писателя, это, знаете, это обязательно. Это не только противопоказано, это показано. Вот Гоголь, например. Вот знаете, какого числа у майора Коварева нос исчез с лица? 25 марта. 25 марта. А знаете, что такое 25 марта по европейскому времени? Это благовещение. Это когда Гаврюша сказал Марше, что она будет матерью-одиночкой и родит известно кого-то. У меня в своем атеистическом устали, даже имя не получили. А в чем суть этого праздника, в чем его святость? А святость его в том, что это первая благая весть о вочеловечивании Бога, о том, что Бог предстанет человеческом в своей человеческой поставке, в виде Иисуса. Вы знаете, какое кощунство в благовещении ведьма, так сказать, двусмысленная и спорная часть лица жуткого пошляка майора Ковалева вычеловечивается. Но не в проповедника, бывшего плотника и рыбака, Иисуса, а в генерала. Правда, генерала очень приличного, гораздо приличнее, чем сам майор Ковалев. Если вы знаете немножко культуры, с чем нос перекликается в культуре многих народов, же только руками развести. Между прочим, тот же Ханус, который умер верующим человеком, глубоко религиозным, что он писал о Боге, ой, еле-е-е-е! Вот у него есть такое стихотворение за самоваром, разговор за самоваром, за Богом. Там он о Боге писал о Божественной Троице, с большим образом. Единый Бог сидел втроем. Или, например, такой стишок, кусочек. Бог проснулся, отпер глаз, взял песчинку, бросил в нас. Чудо еще без. Это верующий человек такое пишет. Вот задуматься психологу, как это происходит. Дело в том, что это... Я все время вызываю к психологам, потому что я вызываю то к Березин, то еще к кому-то. Ребята, помогите, помогите понять, что это у них там делается. То есть, вы понимаете, тексты, фольклорные тексты, они иногда оказываются таким бредом, то, к чему мы привыкли, то, что кажется нормальным, привычным, поведение героев, ситуации и все в сказках, простых сказках, в таких сказках, как, извините, «Колобок», или в таких сказках, как «Корочка рябов». Вообще, для маленьких детей. Это тайна есть, это какой-то бред, а в бредовых текстах набрать в мировой литературе может быть полно. Вот. Ну, я немножко отступил, и я возвращаюсь. То есть, глупость и бред. Вот давайте посмотрим, попытаемся выяснить, глупость это и бред или нет. Возвращаемся к «Корочке рябов». Давайте будем ее анализировать не так, как анализируют обычно сказку в школе, ища там нравственные какие-то критерии. Кстати, очень часто в школе пытаются, и вы это запомнили, и, к сожалению, пронесли бы через всю жизнь, нравственные качества героев изучать. Вот какие нравственные качества свойственны Ивану Царевичу? И такие. Да никакие не свойственны нравственные качества. Они вообще не герои. Они функции. И Иван Царевич, и Василий Королевич, и Иван Дурак, и Эмеля, у них всех одна судьба. Они из дома выходят, путь какой-то проходят, препятствия преодолевают. Уж как это в своих делах? Какой-то порог препятствий вас в пустоте преодолевает. Из своего мира попадают в другой. Там совершают какие-то подвиги определенные преодолевательные. Добывают волшебные предметы и невесту и возвращаются обратно другой дорогой. Посмотрите сказки. Вот сейчас вы придете, вот валяется с детства, почитайте волшебные сказки. Герой перся-перся, через избушку бабы, иди, прорывался, прорывался. Так? Обратно он возвращается, никогда не встречает тех, кто по дороге ему встретился, при пути туда. Так? Откуда он идет? Хоть в одной сказке герои начинают возвращаться, никогда. Он всегда идет из своего мира в тридевятые царства. Тридесятые государства. Что такое тридевятые, двадцать седьмое, тридцатые? Тридевятые, тридесятые. Ну, я попытаюсь вам объяснить, что такое тридевятые, то есть двадцать седьмое, тридцатые царства. Совершенно четкое место. Я вам попытаюсь объяснить, что почему у бабы Еги одна нога костяна, другая гранена? И почему ей нос в потолок врос? И почему она так странно себя ведет, все время грозит, съем, уродую, покатаюсь, поваляюсь? Никогда! Никого! Я спорю на сотню рублей, рублей, денег не нет. Найдите мне хоть одну сказку, чтобы баба Ега кого-то съел. Никогда! Никогда! Причем если она грозит это сделать детям, она даже погибает. Если грозит это делать взрослым парням, то они ее живой оставляют, и даже прощаются с ней довольно нежно. И ничего она и плохого не делает, а пояс кормит и ванью парням. Иногда коня давит, особенно когда их коня следает. И с конем разберемся. Время было бы. Так вот, значит, мы возвращаемся к анализу. Конечно, анализировать образы героев и накручивать их качества. Ну, как школьники сидят смелость решить. Да нет ничего. Поведение героя сказки это функционер. У него функция, он выполняет одну функцию обычно в движении, обычно по прямой, которая потом оказывается кругом, и выполняет одну функцию. Ну, например, есть функция такая, положительный герой. Это может быть девочка, мальчик, всем, что угодно. они путешествуют. Есть лжегерои, это обычно братья и сволочи, которые так и норовят молодого человека, когда он или подсунут в неприятность какую-то, или воспользуются результатами его побед. Они иногда даже убивают его, отнимая добычу и невесту. Так? Или это девушки совершенно поганых характера, которые мешают положительной героине. Но они всегда погибают. В древнейших вариантах всегда погибают, потому что делают все не так. Они непосвященны. В самых древних вариантах они никогда не бывают бездневенными. Они такие же функционеры, как они. Герой сказки обычно имеет помощника. Вот ему за что-то, кто-то на границе миров что-то дает. Ну, я не знаю, коня, меч, скатерть, самобран, добрый совет. Есть герой советчик, герой помощник, вот, герой дарить. Есть враги герои, есть два мира, и все это функционально, и все это действует как машинка. И герои сказки действуют по одному закону. Какой закон? Сказано, сделано, потому что сказано, то и сделано. Герои начнут упираться рогом только в былинах и делать все наоборот. Потому что герои сказки, они не личности, абсолютно. Они, кстати, и не индивидуальностью. Между прочим, с героями сказки вообще сложно. Я вольно-невольно вывариваюсь туда, но ничего. Но с героями сказки вообще сложно. Вот, например, вы когда-нибудь задумывались, ну, солёная лягушка, она молода или как? Вот, кстати, вот, к сожалению, вы Ириаду и Одессею не читали. То есть, читали? Ну, слушайте, я вас полюблять начинаю, я буду, как Вера Ефимовна. Серьёзно читали? Или только фильм смотрели этого? Одного из трек, который поросей ползут. Читали? Прямо или Аду, да? Не в сокращенном варианте. А? Кто? Ой, я очень не люблю просить, чтобы поднимали руки, потому что не хочу никого унизить, не хочу никого заставлять врать или хихикать друг на друга. Ну, ладно, сделаем вид, что читали. Значит, там есть такая героиня прекрасная Елена. Вот прекрасная Елена, жена Агамемона, то есть жена Менелая, жена Менелая, да, её похищает Шурик, то есть Александр, по кличке Парис. Это Парис, Парис это Кликуха, а вообще-то его зовут Александр Он её посещает, он её увозит. Война длится 10 лет. Значит, в результате войны Менелая свою жену отвоёвывает обратно и увозит обратно. Через 10 ещё лет, то есть через 20, Теремас, сын Одессея, попадает к нему в гости. Она ещё сверкает красотой. Ну ладно, 20 лет. Но любопытно другое. Биография предпрекрасной Елены та ещё. Дело в том, что до того, как она вышла замуж, заменилась, её посещал. Это не важно, кто её посещал, важно, кто её посещал. Что её посещали, не важно. Её Тезей посещал. Тезей жил где-то за три поколения, до Агамерна, Мнамы, Милая, Тезея и всех этих ребят. Сколько лет этой особе? Сколько ей лет? Вопрос. Вообще ужас. Тогда женщина, тогда вид человеческий женщины имела 30 лет, только в том случае, что она Гетера в Древней Гринзе. Только Гетеры имели, ну, производили впечатление женщин вполне в 30 лет. Они даже в 40 ещё были некоторые, некоторые очаровательные. Потому что нормальные, приличные женщины, они замуж выходили лет в 11, в 12. И к 30, если они были жили, смотреть там было не на что. А свою сексуальную жизнь Гетеры начинали в 18-20, а некоторые даже в 25 лет. Потому что на Гетеру нужно было долго учиться. Вот дамы прилично это учиться не надо. А на Гетеру долго учились. Им запрещалось железно заводить сексуальную жизнь. Вот. Они как в монастыре были, будущие Гетеры. И поэтому они начинали очень поздно, нормально свою сексуальную жизнь. И они выгляделы. А сколько ей лет этой красоты? Подсчитать невозможно. То есть ей более ста лет. Сначала ты начинаешь собрать но ей за тридцать крепко. По тем временам это много. По тем временам это много. Потом выясняется, что ей больше ста. Она еще когда ее видит сын Одессея Телева, он ищет, он помните, он ездит это уже в Одессею, чтобы узнать где отец, какие слухи о нем. И он приезжает к нам, она блещет красотой ему. Это через двадцать лет. а если ее похищал Тезей, которого ни ее муж Менелая, ни Одессея, ни Агамена, ни все эти ребята, Айтин, тем более, в глаза не видели, потому что он за три поколения до них. Сколько же ей лет? А нисколько она мифологическое существо, потому что она понимается не как женщина, я о древнем сознании говорю, она понимается как земное человеческое вопрощение Венеры. А сколько лет Венере? А можно стаквы? Двадцать два, где-то двадцать пять. Вот. Женского Агума. Вот и все. Стал тот же вопрос возникает насчет царевной Лигурки. Вот царевная Лигурка. Так. Ну попробуйте ее разбирать биографически по системе Станиславского, что обычно выделывают учителя в школе. Еще пытаются поучать. Вот. Ну мы просто все привыкли к сказкам и на них не реагировали. А вот царевная Лигушка, а ей сколько лет? Сколько она была Лигушкой? Ну про Иван Царевич все ясно, он молодой вроде был. А она хорошо, если кто ее мама и папа? Они что, умерли, она сирота? А вы заметили, что в сказках почти нет героев, у которых одна мать? Вы заметили, да? у них обычно один отец. Вот например такая Варвара красави длинного красавца. Ну совсем настоящая девушка. Красавец, мне и прочее. Папу мне, извините за грубость, чудо-юдо. При этом, что чудо-юдо ее, каким образом ее по знакомству достало чудо-юдо, что чудо-юдо когда-то обдовело, что у него кто-то был, кто ему это родил. Нет! Так, есть вариант сказки, его обычно детям этот вариант не показывают, кстати, этот вариант очень любил Пушкин. Если у нас будет время, мы попытаемся с этим вариантом сказки о Кащее встретить с вами, потому что у Пушкина есть замечательная повесть «Станционный смотритель», где работают две вещи «Притча» и «Сказка». Это сказка о Кащее. Знаете, как зовут героя станционного смотрителя Смарова? Вылин его фамилия. Знаете, что такое Вылин по-русски? А Вылин это перевести на греческий язык полностью. Это будет Аида. Это Кащей по-нашему. Вот Кащей не в сказке, а в мифе славянском. Он назывался не Кащей, он назывался Вылин, потому что он был хозяином Вылия или Ирея, славянского царства мертвых. Это добрейший Самсон Вылин. Да какой он Кащей? А просто есть сюжет сказки, где у Кащея, ну вы знаете в основном какой сюжет? Вот у молодого человека жена или невеста, да? Ну лягушка иногда, иногда просто невеста, но чаще всего она бывшая лягушка. Ее похищает кто? То есть она кто лягушка? Она михологическая существо. О каких родителях можно говорить? Какие родители? Она сама по себе. Какой возраст? Это воплощение божества. Так? Вот. И значит она ее похищает Кащей, да? А Кащей ведет себя всегда так же, как и Аид. Если вы бы знали древнегреческую мифологию, у древних грехов есть замечательный мир, очень интересный. Кстати, я сейчас зарываюсь очень далеко, вы помните ход моей мысли? Потому что если я запутаюсь, вы будете меня вытаскивать, некому больше. Поэтому хоть как-то, хоть схематически записывайте полей. И еще одна огромная просьба на полях. Не принимайте меня за то, за что меня обычно принимают. Помните Фанвизина? Меня обычно принимают за ту скотницу, которая истории рассказывает. Помните, спрашивают, как у Митрофановки найдет истории? С историей мы говорим, с историей все в порядке. У нас скотница есть, она такие истории. Я не эта скотница, я прав вам говорить. Так вот, о чем я сейчас? О, я уже на минуту потеряла нить, я потерялась в лабиринте. О лабиринте мы тоже думаем. О чем я говорил? А? Аид, да. Так вот, да, Аид, между прочим, как вы помните, похитил дочь богини Деметра Керстефону Корну, да? Есть такая сказка, есть такой миф. Он ее утащил под землю, когда она гуляла на лугу, она девушка со связями, у него ее мать, богиня плодородие. Кстати, у ее матери никогда не было мужа, никогда не было возлюбленного, а дочь у нее есть. Вопрос откуда? Парфен и Генес это представление древних людей, и это надо знать, потому что так они, как они видели мир. Потому что я совершенно убеждена, чтобы понять, как видит мир современный человек, надо представлять хотя бы немножко, как видел мир древний человек. Вот. И вот Аид ее похищает, он ее утаскивает, и он ведет себя так же, как Кощей. Вы помните, как Кощей обычно утаскивает Василису Премудрую? Он не насильник, он не заставляет ее, даже замуж за себя не заставляет. Он вокруг нее пляшет, дарит ей золото, драгоценности и умаляет. Но он в сказках у нас отвратительный. Кстати, какой он не описан, но он только старый и костлявый. Его обычно рисуют в виде скелет. Аид выглядит, хотя он хозяин царства смерти. Кстати, и царство золота тоже, а золото и смерть всегда связаны. Я вам объясню, почему. Вот это очень важно для сказки про курочку ряд. Он в пределах юмора выглядит, не хуже других богов. Он пляшет, пляшет вокруг Персифона, это имя у нее Персифона. А кличка у ней Кора. А Кора это же, ну, знаете, что, девушка. Интересная кличка, потому что она же выйдет за него замуж, все равно выйдет. Кстати, Василиса Прикопремудрая никогда не уходит замуж наконец-то. Это сказка. Всегда придет спаситель, всегда придет бывший муж, или жених, или какой-то другой юноша. И она выйдет за того, за земного. Здесь она выйдет замуж. Вы помните, он ее умолял, он ее упрашивал, он был любезен до крайности. А мать хлопотала наверху. Там ее, в мифе ее спасает не юноша прекрасный, в мифе ее спасает мать. десерта. вот наконец, она же сидит голодная, и он ее умоляет, умоляет хоть что-нибудь съесть. Она не отказывается от пищи. Она не дура. Она мифологию знает лучше вас. И она знает, что в царстве смерти нельзя вкушать пищу мертвых. Останешься там. Но он приносит ей огромный поднос десерта. Это фрукты и сладости. И все это настолько роскошно, настолько блистает и сверкает, и сверху лежит разломленный гранат. Вообще великолепно. И он так умоляет, что она не выдерживает его жалко, и она проглатывает одно зернышко гранаты. Все. И вы помните, какую жизнь потом ведет Персихон. Она вынуждена выйти за него завтра. Но, кстати, в русской сказке, в русской, в любой сказке, такое никогда не произойдет. Похищенная мертвым царем девушка всегда вернется на землю. Женщина всегда вернется. Вот ему будет. Иногда он даже погибает и проваливается. Его смерть находит. Так вот, здесь происходит все так. Она съела мало, незначительно. Причем съела она растения, связанные с плодородью, приносящие плодородью. И поэтому жизнь ее двойственна. Зиму она должна проводить с мужем в подземном царстве среди мертвых и золота. И драгоценности. А весной она как бы прорастает и отправляется к матери на коне. Весну, лето и осень она как семя прорастает наверх и живет в мире живых, а осенью она себя снова засевает в мир смерти и пребывает с мужем. Это вы понимаете, что это за образ вечного растения. Так вот, то же самое приблизительно происходит в сказке. Но в сказке всегда, что называется, добро побеждает зло. Я всегда улыбаюсь на этот счет, на счет добра побеждающего зла в сказке. Иногда добро в сказке такое, но слов нет. Особенно если внимательно присмотреться к сказке или посмотреть эту сказку в варианте очень древних. Или сохранившимся в записи какой-нибудь античный например, или сохранившимся в записи чуть не то, что у меня ракадские записи есть. Или посмотреть, как она у примитивных народов, чем была там в веке в XVIII и в XIX ой, я вам когда-нибудь расскажу Алёнушку в попуарском варианте. Ну, понимаете, точно Алёнушка, точно, она даже поет песню. Правда, немножко другую. И вы помните, чем Алёнушка кончает, да? Врагов её привязывают коням и пускает попы, разрывают. Алёнушка, не знаю, смотрит на это внизу, не знаю. Вот. А папуарская Алёнушка, она даже участие принимает в мероприятии потом. Там концовка у сказки но упадет. Так вот, здесь, конечно же, побеждает героиня, с героем они убивают Кащея. Так вот, есть вариант, Пушкин записал не этот вариант, вы все читали на этот вариант сказки о Кащеи и Василии. А Пушкин записал другой вариант. У Пушкина, ну тут понятно, что-то хотя бы понятно, они цапают противный Кащей чужой невесты или жены. А там никого он не похищает, никого он не утаскивает. Кащей сидит себе на месте, то есть по-древнерусски это называется выри. Хозяин Ирея, вырея. Вот. Кстати, еще Владимир Мономах он говорил, князья, говорит, упадутесь птицам, когда весной они прилетают из Ирея, а не каждая садится на свое гнездо. А вы деретесь. Так вот, он был христианин уже, конечно, Владимир Мономах, но образ Ирея, из которого прилетали птицы, знаете, кто эти птицы? Это душемертвы. Кстати, до сих пор на могилы крошечки, пшенцов, это для них. Люди воображают, что они православные христиане, что они атеисты, а пшенцоты как язычники и сыпь, чего уж там говорить. Так вот, любопытная вещь, значит, как там, он никого не защищает и не трогает в мире, он живет себе там, и есть у него дочь-красавица. Откуда она взялась? Состоял ли он когда-то в браке? Одни дни? Нет, не важно. Вот понимаете, нет этого, что он сдавец, нет, вот дочь у него красавица. Ну, типа, как у Чудо-юдо, ну, кстати, Чудо-юдо и он, в принципе, одно и то же. И вот молодой человек лезет туда, знакомит с дочерью Кощей, она прячет его за плечью, Кощей прилетает с работы, и спрашивает дочь, а в зарпасе непристойном, который царит в иных доме, что-то фу-фу, русским духом говорит, это фу-фу человеческим духом раз, это в русской сказке это называется русский дух, человеческим. Она говорит, папа, это ты сам летал и набрался. Хорошая формула. После этого она ожидает, ну, убить его нельзя, он бессмертен. И она начинает выяснять отношения к ней. И она говорит, папа, а где, собственно, твоя смерть? Кстати, смерть, существующая отдельно от существа, это очень древнее представление. Кстати, у Самсона она была в волосах, у Ахиллеса она была в пятке, у Саслана осетинского героя, она была в коленях, ну, и так далее, и так далее, и так далее. Да, у Зигфрида она была в лопатке, его, их закаляли, упали, вот так, недостатки были некоторые в работе. У него кленовый лист упал, у Зигфрида в частности, ахиллом он держал за пятку, вот, и прочее, прочее, прочее. Так вот, а у, у этого самого у, у, вылина, или как он в сказке называется, в кащеле, ну, где-нибудь есть, вот где есть, там есть. Так вот, интересная вещь, интересная очень вещь. Вот, любопытная, он говорит в ювелинике, кстати, ювелинике священный предмет, это точно, он прилетает в следующий раз, говорит, доченька, что ж ты изумрудами, золотом, там, цепочками золотыми изукрасила веник, это там твоя смерть была, как, ахаха. Кстати, она делает то же, что делала похищенная женщина. И поведение похищенной женщины понятно, понятно, да? Он ее похитил, она хочет вырос. Она прячет возлюбленного или мужа даже за печку. А это дочь. Нет, говорит, ни в печи, ни в, венике, а в казне. Он прилетает, козел изукрашен, он смирит, а когда говорит, где его смерть. И вот тогда добрая дочь отдает отца головой своему другому. Он его жестоко убивает. Смягченный вариант, кстати, это чудо-юду. Смягченный вариант это чудо-юду. Там чудо-юду бросают одно и не вспомнят его никогда, и не вернутся к нему никогда. Вот. И все нормально. И она уходит и не дрогнет. Вот она убила отца. Она не похищенная дочь. Она ушла. Вот у Пушкина вот так в дуне выйдет, уезжает с него. Но она вернется. В героиней сказки не вернется никогда. Это удивительное дело. Вот мы в сказках видим часто то, чего там нет и не было никогда. Например, добро, побеждающие зло. Да, добро там побеждают зло. Свои побеждают чужих. Но понятие добра там совсем не такое, как у нас. Абсолютно не такое. И об этом говорить нужно. Вот знаете, сейчас, чтобы немножко снять стрась, я вам расскажу свой любимый анекдот. Анекдот построен на сказках. Анекдоты часто построены на сказках. Анекдоты совсем другой жанр. Кстати, это мифологический шанс. Чудный анекдот построен на сказке о красной жизни. Он, понимаете, он сравнивает древнее сознание и современное сознание. В этом анекдоте как раз работает современное сознание. Идет красная шапочка темным лесом, настроение прекрасное, птички поют, солнышко светит, она несет корзинку с завтраком для бабушки своей. Ну, о котом какая-то бабушка я уже говорил. вода. А настроение прекрасное, потому что вчера волк сдох и бояться нечего. Во-вторых, на ней все новое с иголочки, вплоть до красной шапочки и любви. И все по современной моде, потому что старое вчера все волк желудочным соком замочил и подрал. И в третьем вечером у нее свидание она идет на танцы с молодым очаровательным лесорубом, который ее в тираспас. Вот она идет, идет и вдруг в самом безлюдном и немножко даже темном месте выходит ей навстречу огромное, отвратительное, злобное говно. И говорит, ну что, красная шапочка, я ведь не волк, я тебя съем, красная шапочка говорит, теперь, когда я влюблена, теперь, когда я так счастлива, да не боюсь я, да не боюсь я тебя, гадкое, мерзкое, отвратительное говно. Съест оно меня, да я тебя сама съем. Вот знаете, и съела, так добро в очередной раз победила злобно. Когда мы говорим о победе добра и зла, надо задуматься как-то на минуточку. Вот. Вот знаете, у нас есть такой наш ученый бахтин, это, ну как вам сказать, он даже побольше, чем у вас, ну кто у вас самый, Бехтерев что ли, или кто, у вас самый такой. бахтин, ну выгодский, Бехтерев, или этот самый, Гудриев, нахуй выгодский, только выгодский, самый важный, мощный, нахуй, 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 жизнь останавливаться. Ведь борьба добра и зла это единственное, что движет жизнь. Наверное, так. Вы представляете, добро окончательно побеждает зло. И наступает одно добро. И все тонут в варенье. Вообще, ужас. Ну вот так вот. Так вот, мы продолжаем. Мы возвращаемся, мы немножко погуляли по сказкам. Ну, я сейчас ничего не открываю, не поднимаю, так приподнимаю. Я даже и не рассказываю, как скандалил Деметр. Это отдельный разговор. Очень интересный разговор. Как Деметр хлопотал, хлопотал, билось, билось, чтоб дочь вытащить оттуда. Вот. А ничего не получалось очень долго. Она расстроилась, перестала улыбаться. природа начала умирать. Все начали голодать. Солнце перестало светить. Я не буду рассказывать, как ее развесили. Но когда-нибудь расскажу. приблизительно так же в другом совсем конце мира веселили богиню Амитарашу, японскую богиню, богиню Солнца, которую вообще напрягли, расстроили до предела. Она перестала смеяться, она ушла в пещеру, завалила себя камнем, словом, пошли вы все. И мир стал умирать. Ее развлекли точно так, как Деметра, тоже богиня смеха, тоже развлекла ее известным способом, не очень приличным. Одним и тем, что японцы к грекам ездили за сказками и песни. Нет, конечно. Что греки с японцами общались. Да нет, конечно. Вы понимаете, вот эти культурные представления, категории культуры, вот, такие, как смех, вот как мы его понимаем, никак, вы его понимаете, такие, как линия, прямая, круг, такие, как предметы многие, представления многие человеческие. Вот, вам бы будет это интересно, потому что культура зашифровал очень много интересных, очень интересных вещей, связанных с становлением и формированием человеческого сознания. Мы никак, никак, никак не можем с вами возвратиться к этому, как я, к, к 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 Итак, курочка лева. Что мы имеем? Мы попытаемся проанализировать этот текст, в общем, бессмысленный, бредовый текст. Мы попытаемся проанализировать его с точки зрения другого языка. Не того языка, который я все время критикую и все время ухожу куда-то в сторону насчет добра и зла, насчет образов героев, там, насчет еще чего-то. А попытаемся по-другому. Вот смотрите, что мы там имеем? По старика и старуху мы говорим, но мы их пока отложим в сторону. Посмотрим, что мы имеем. Два яйца мы имеем. Одно из которых золотое, а другое из которых простое. Мышку мы имеем. Ну, вот в основном и все. Ну, вот в основном и все. Давайте разберемся со всем этим. Ну, курица, она как бы бог из машины. Она просто эти яйца производит, предлагает, производит и так далее. Давайте посмотрим, что такое яйцо. Вы знаете, людей всегда в любую эпоху мучили одни и те же проблемы. Их мучили одни и те же экзистенциальные, одни и те же онтологические проблемы. Их мучили бытовые и теоретические проблемы, и практические проблемы разные. Но всегда одни и те же. И они всегда находили для них ответы. Вот человек удивительное существо. Он до сих пор полностью объяснить мир не может. Полностью объяснить мир до конца люди никогда не смогут. Но человек так устроен, что он не может просто жить в необъясненном мире. Он должен мир, в котором он живет, объяснить. А так как информации бесконечно мало, даже сейчас бесконечно мало в этом мире. А в самом начале антропа социогенеза, то есть общество, жития общества и человека, этой информации вообще был смешной мизер. Вот при той информации еще надо весь мир объяснить. И объяснить все. Объяснить исчерпывающее. Объяснить основные категории. Объяснить пространство и время. Жизнь и смерть. Добро и зло. Объяснить соотношение человека и общества. И общества и природы. Ну вообще задача. Мы-то это с трудом делаем. И мы это часто делаем по-бытовому, как-то полуинстинктивно. Вот, например, поймай сейчас кого-нибудь и спроси, как ты время понимаешь. Оно поступательное или круговое. Или, например, вот ты прочитал роман какой-нибудь. Какое там время? Ну, прочитал. Эпоху назовут. А как там время? Но человек не может жить в необъясненном мире. Кстати, доказано. Ну вот для того, чтобы объяснить мир на древнейшей стадии, появляется миф. Мифологическое сознание. Там за счет фантазии, за счет домысливания, додумывания, создается общая картина мира. И это не бред какой-то. Это не сказки, это не пустоверство, это не досадные и не смешные ошибки. Это необходимо. Если у человека, например, родового сознания, кровопытного человека, отнять мир, он перестанет быть человеком, общество рассыпется. Миф сдерживает общество. Миф держивает сознание, не дает ему рассказать. Кстати, как я думаю, появление у человека индивидуального мифа – это признак безумия. Ну, когда индивидуальный миф. Ну, например, миф, ну, я не знаю какой, но миф, например, такой. Инопланетяне любили именно меня, собственно, за мной ограничили. И они мне регулярно передают передачу, как исправить человечество. Безумие – это что? Это индивидуальный миф. Коллективные мифы не страшны. Понимаете? Потому что они коллективные. И мы живут все. Рано или поздно все эти мифы сбрасывают, как сбрасывает змея в свою шкуру и вылезают в другую шкуру. Но это отдельный разговор о том, что такое мифы и с одной литорией. Так вот, что-то как представляли люди появление человечества, появление жизни. Понимаете? Они могли видеть только наглядно, что происходит. Они могли видеть, как появляется жизнь, когда рожают. Но это было неинтересно. Когда рожают животные или даже женщины. Ну и что? Она же живая. Ну и подумаешь, она живая, и с живого выходит жизнь. А вот как... Причем логика у них была точно как наша. Живое появляется из неживого. Вы заметили, да? Что вам говорили биоги? Ну, конечно, они говорят сложнее. Я говорю на так первобытном таком уровне, интеллектуальном уровне игры в перетягивание каната. Но сущность такая. Живое появилось из неживого, говорят ученые, в результате каких-то, ну, я не знаю, облучений, взрывов, нагреваний, охлаждений, процессов. Но они так же думали. Живое получилось из неживого. Как бы это посмотреть? Ну, они очень просто это посмотрели. Вот яйцо. Яйцо не мыслится, как живое. Хотя его кто-то снес. Вот у них как-то разрыв происходил. Между курицей или страусом, который не приедет, но и крокодилом. И процессами звонка нет. О! А то у меня вся морда пения отдохнует. Прошу вас отдохнуть. Прошу вас. Спасибо.